МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Кишиневская земля продолжает уходить буквально из-под ног горожан. Вот и в эту среду муниципальные советники рассматривали вопросы раздела муниципальной земли. Городские народные избранники от партии социалистов Республики Молдов заявили, что не будут участвовать в этом узаконивании земельного воровства. Более того, как было заявлено, советники-социалисты готовы в судебных инстанциях отстаивать права кишиневцев. Об этом и не только. Поговорим с нашим гостем, муниципальным советником Александром Одинцовым. Здравствуйте! Здравствуйте! Неоднократно представители фракции ПСРМ снимали с повестки проект о передаче каких-то земельных участков. Неоднократно заявляли о том, что никогда не примут участие в подобных земельных оргиях, которые проходят буквально на глазах у всего Кишинева и всех желающих, которые хочут посмотреть прямую трансляцию того, что происходит в муниципальном совете в процессе голосования, кто и как голосует и почему, и какие вопросы рассматривают. И тем не менее, вот и сейчас, буквально накануне этого заседания вновь социалисты заявили, что не будут участвовать в этом заседании, чтобы не становиться свидетелями всего этого. И было сказано, вот я повторюсь, о том, что в случае, если будут проголосованы, то вы будете опротестовывать решение муниципального совета. То есть, насколько это эффективно и насколько это возможно, опротестовать то, что сейчас вот так вот прямо оптом буквально гектары земли уходят из-под ног кишиневцев? Уважаемые жители, ну я хочу сказать следующее. Во-первых, когда мы получили мандат муниципальных советников, это был 27 августа 2015 года, мы внедрили онлайн-трансляцию всех заседаний муниципального совета, а также заседаний комиссии муниципального совета. Для чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы вы, уважаемые жители, могли посмотреть, кто и каким образом, как голосует. Это очень важно, потому что многие заявляют о развитии города, о соответствии к генеральному плану, о перспективе развития города, строительства, расширения и так далее, и так далее. Однако голосуют совсем за беспредельные проекты, и мы наблюдаем, как это происходит. Зачастую жители нам задают вопрос, а почему вы сидите в этом беспределе, вы обеспечиваете кворум этим вопросом? И нам иногда с трудом удается доказывать людям, вот вы посмотрите, какая повестка, это одни земельные вопросы. Это последняя повестка. Которая является продолжением заседания, которое было начато ранее. Да, начато ранее, и они социальные вопросы, которые они специально поставили в самый конец, для того, чтобы мы сидели и обеспечивали кворум, на этом беспределе, на этом распиле с земельным. Мы в этом беспределе участвовать не хотим. Особенно, когда вопрос касается обеспечения кворума, мы не хотим им обеспечивать кворум и создавать комфортные условия для работы. Раз. Все проекты, которые имеют нарушения, а их значительное количество здесь, этих проектов, а что касается особенно изменения зональных планов, наши юристы подготовят иск в суд, и мы будем обжалывать в это суде. Конечно, в условиях, когда у нас особая юстиция, скажем так. Реформирована по всем европейским экономам. Реформирована на европейские, реформирована, да не выреформированы, господи, на европейские деньги. Реформировали, и так и не смогли ее дореформировать таким образом, чтобы она действительно защищала интересы людей, а не коррупционеров, а не распильщиков земельных участков и так далее. Но на настоящий момент, пока нет нормального сформированного большинства в парламенте, который изменит законодательство таким образом, чтобы это законодательство служило людям, другого выхода, как обратиться к нашим советникам, коллегам из других фракций муниципального совета, обратиться не голосовать за вот это уродство. Раз. И если не все-таки это делают, обратиться в судебные инстанции, это единственный юридически возможный выход обратиться в судебные инстанции, для того, чтобы обжаловать эти решения муниципального совета, для того, чтобы государственная канцелярия, которая обязана проверять все решения муниципального совета по принципу законности, соответствия законодательства, для того, чтобы они их обжаловали и опротестовывали. Вот мы будем поступать именно таким образом, для того, чтобы защитить интересы граждан. По-другому это, к сожалению, не получается. Мы видим, что, скажем так, избранный примар, который один раз, к сожалению, прислал своих представителей муниципальный совет, он так и не может убедить своих коллег из либеральной партии, его же сторонники. И мы видим фильтру, который они организовали в своей организации. Он почему-то пропускает таких либеральных деятелей, которые участвовали и в правительстве альянса 1, 2, 3, 4, 5, сколько их там было, а также их коллеги распиливали и распиливают муниципальную собственность. Мы к коллегам обращаемся, мы понимаем, что у них корыстные шкурные интересы превыше всего, они вот этим занимаются. Мы будем защищать граждан в суде, мы защищаем граждан в публичных слушаниях. Никто, кроме представителей партии социалистов, по публичным слушаниям не ходят. Уважаемые жители, когда, к сожалению, зачастую вас не оповещают о том, что, к примеру, рядом с вашим домом построят многоэтажное здание в 16 этажей. К примеру, недавно были публичные слушания по периметру улиц Читате Албе, Плайлой, Минска, Деменеце, где собираются построить 4 16-этажных здания и еще несколько 9-этажек. Так вот, люди вокруг про выживающие не знают. Пришло всего два человека, которые прочитали мой пост в Фейсбуке, хотя мы оповещали людей. Мы не успели распечатать, к сожалению, листовку. К примеру, по листовку по ресторану Дойна я лично распечатал 3000 листовок с просьбой прийти с жителем и помочь спасти, чтобы не было построительства этого многоэтажного здания в парковой зоне. К сожалению, из получивших 3000 листовок пришло всего 20 человек. Может, математика убедит? Вот простой расчет. Смотрите, ведь речь не идет о том, что в этих 16-этажных домах будет 16 апартаментов или 16 пентхаусов. Ведь простая математика. Давайте попробуем почитать, сколько же людей смогут проживать в этих 16-этажных домах и какая нагрузка на коммунальные сети, на инфраструктуру дорожного характера, на то, что, в общем-то, где-то должны быть припаркованы автомобили этих людей и где гулять в итоге. Вот смотрите, я, опять же, повторюсь, вот этот зональный план, который буквально свежий, он был в декабре, публичное слушание по периметру улиц Деменец и читать Алба, Плайло и Минская. Вот там собираются 4 16-этажки и еще несколько 9-этажек, всего 680 квартир. 680 квартир – это минимум около 500 автомобилей, 500 автомобилей. Вот я задаю вопрос представляющему этот проект, главный архитектор Кишинев проект, и я вам задаю вопрос. Какова пропускная способность улицы Минская? Он не может мне ответить. А пропускная способность улицы Минская – это является второстепенной, это дорога второстепенного значения, местного значения, районного, микрорайонного значения. Она не является магистралью, как, к примеру, дача. На подобных улицах у нас даже иногда и тротуары не предусмотрены, к сожалению. Совершенно верно. Там очень узкий тротуар. И он мне заявляет о том, что эта улица будет расширена. Но достаточно пройти по улице Минской, чтобы понять… За счет чего? Надо с забора сносить домовладение. Совершенно верно. Я задал вопрос. Вы купите весь частный сектор, а там дорогие дома достаточно, для того, чтобы расширить. Нет, они этого делать не будут, уважаемые граждане. Они просто, когда заселятся в эти квартиры люди, это будет хаос и постоянные пробки, и постоянный беспорядок. Но единственная возможность внести в протокол заседания публичных слушаний, замечания, и потом на этапе утверждения проектной документации, выдачи авторизации, опротестовывать, затягивать, не давать им реализовать этот беспредел, это участие в публичных слушаниях, в которых, к сожалению, наши многие жители не участвуют. Я понимаю, они после работы, сейчас, слава богу, стали проводить публичные слушания вечером, кто-то не может после работы, кто-то не знал о том, что на сайте ботаники указаны, сайт ботаника МД. Как много из вас жителей прощает сайт ботаника МД? Да, самый популярный. Совершенно верно. Многие чиновники не посещают, а мы регулярно проверяем, специально проверяем, и мы пытаемся защитить ваши, уважаемые жители, интересы для того, чтобы вам было потом комфортно жить и проживать. А вот ученикам лицея Тудора Владимиреску, которые впритык к этой будущей стройке будут расположить, придется, ой, как не сладко, года два, как минимум, пока будет идти строительство. И я потребовал, там, да, там промышленная зона, она требует развития, но нужно грамотно. Я потребовал снизить Р7 на Р6, для того, чтобы было понятно, это запретить строительство 16-этажных зданий, разрешить не более, чем 5-6-этажных зданий. Тогда уменьшится количество квартир, будет не 680, но, допустим, 200-300 квартир. 200-300 квартир – это 150-170 автомобилей, приблизительное количество, то есть, которые будут обеспечены парковочными местами, и не будет такой нагрузки на Минское, на Деменеце, и на Плайлу, и на улицу читать албы, которые так узкие, они разбитые, не отремонтированные, и застройщик не собирается это делать. Но, к сожалению, посмотрим, что будет дальше с этим зональным планом. Но сегодня на заседании мы видим, как мы ушли, и как все остальные коллеги, которые, включая либералов, которые не слушаются господина избранного примара из-за кума, очень весело и очень совместно вместе с Народной Европейской партией, совместно голосуют за распильные проекты, голосуют за зональные планы, которые в будущем помешают гражданам и создают огромные неудобства. Это беспредел. Наверняка же есть адреса, вот кого это сейчас коснется, пусть люди услышат, допустим, что сегодня, буквально не сегодня-завтра, к ним постучат в окна строительная техника. Смотрите, один из зональных планов, который был утвержден, а это касается, наверное, всей Ботаники, вот уважаемые жители Ботаники, когда вы будете ехать в аэропорт, вот придется вспомнить, вот дача 59, это участок, который находится от градины Ботаника до метра, с левой стороны, как ехать в аэропорт. Вот там собираются построить, если не ошибаюсь, 1800 квартир, целый комплекс жилой. Вот мы, когда задавали главному архитектору вопрос, а этот вопрос повторно выставляется кем-то из советников и нам ведущий секретарь, и не говорят, а кто повторно поставил этот проект решения, который ранее не набрал голосов. Почему? Потому что мы скандал поднимали, и у них не хватало, там кто-то воздерживался, слава богу. Они уже продали большую часть квартир, а там даже и земляные работы. Мы не знаем, каким образом они получили авторизацию на работы, там работы еще не начались, они занимаются продажей квартиры, правоохранительные органы на это вообще не обращают внимания. Ребята, а если не будет никакого строительства? Вот сейчас они изменили зональный план. Мы задаем вопрос архитектору. Напротив метра собирается еще одно строительство, огромный комплекс, там по-моему под 3,5 тысячи квартир, это еще больший комплекс. Я задаю вопрос архитектору. Вот вечером все желающие, это представьте себе, полторы тысячи машин, это комплекс возле метра, 3 тысячи машин, комплекс напротив метра. Вот все эти машины, они вечером заезжают, а утром куда они захотят поехать? Захотят поехать в город. Если у нас сейчас на ведуке пробка, которая начинается от Чуфли, она уже пробка доходит до роддома номер один и в некоторых случаях доходит пробка до улицы Трандеферилор. Ребята, а куда вы этот поток направите? Что вы делаете для того, чтобы было удобной развязкой? Ничего. Почему? Потому что у нас, к сожалению, и главный архитектор, и администрация города, они не занимаются развитием города, не занимаются созданием комфорта для людей, они занимаются непонятно чем. И вот сейчас в зимнюю погоду мы видим, что чем они занимаются. К сожалению, даже элементарно убрать центральные улицы, им необходимо неделю. Реагенты, вот мы видим, как многие блогеры, комментаторы, которые более-менее разбираются в этих вопросах, они видят то, что недостаточное количество соли. Просто разбрызкивается песок, который тут же засыпается снегом, так как соли нету, толку от этого никак. То есть у нас не работает нормальный генеральный план, администрация работает не в интересах граждан, а работает в интересах экономических агентов. Юстиция у нас также не работает, потому что подаешь огромное количество жалоб, только я, если не ошибаюсь, около 150 уголовных жалоб. Мы в 15-16 год в период администрации великого примара господина Киртаки мы подавали. К сожалению, большая часть из них уголовных дел не было возбуждено. Было возбуждено уголовное дело в отношении парковок, и мы что видим? Мы видим о том, что этот экс-примар, неудачник, избирается по домандатному округу. Как такое может быть? Ну, он стал популярным человеком. Не зря положил годы работы на благо кишиневцев. К сожалению, пока не поменяется, я повторюсь, не поменяется, не придут к власти нормальной здоровой силы, вот такой бардак будет как в стране, так и в городе. Мы каждый день находимся с жителями. Я каждый день, у меня приемный день по понедельникам расписан, но я вынужден людей принимать каждое утро, и по фотографиям мы публикуем это в сети для того, чтобы люди видели, куда приходить для того, чтобы получить консультации. Мы вынуждены принимать людей даже не вне дни приема. Почему? Потому что огромное количество проблем, которые администрация города и власть не помогают людям. Вот достаточно сказать, вот представьте себе, мы за земельные проекты не голосуем. Принципиально мы приняли политическое решение. Мы сказали, ребята, пока не будет наведен порядок, раз, пока не будет утвержден новый генеральный план, который будет соответствовать интересам города и его жителям. Два, мы в этом беспределе участвовать не хотим. Физические лица, которые приватизируют земельный участок по своим частным домам и на этой территории больше ничего нет, никаких проблем. Мы за это голосовали, потому что это физическое лицо, свой частный дом, он имеет право, здесь ничего такого. Экономический агент категорически нет. И принимая граждан, мы знаем, что у них болит. Мы практически знаем, в каждом дворе мы проводили встречи, мы знаем, в каждом дворе какие проблемы. У кого-то крыша, где-то подвал, кто-то нуждается в детской площадке. Поэтому мы приняли решение, мы занимаемся только социальными программами. Мы знаем огромное количество людей, которые не могут получать низкие пенсии, низкие зарплаты и не могут оплатить отопление. Наш социальный проект, который был утвержден, и мы утвердили сумму бюджета, который покрывает все эти расходы, приблизительно на 48 тысяч человек, уважаемые граждане. И притуры специально задерживают. То есть для того, чтобы получить компенсацию по отоплению в 40% по нашему социальному проекту, который выдвинула партия социалистов, необходимо подать определенное количество документов. Люди подают. Притура специально зарубает эти проекты. Люди морочат голову о том, что вы знаете, сейчас еще нет такого, придите попозже, выньте документы. И мы, когда нам люди приносят, вот что я подал. Говорят, согласно решению совета, вам должны одобрить эту компенсацию. Мне сказали, что у меня не хватает документов. Приходит бабушка, у которой пенсия мизерная, она не может оплатить отопление, у нее пенсия ниже, чем сумма по отоплению, и ей не дают компенсацию. Уважаемые жители, я вам рекомендую и прошу вас, требуйте, вы имеете право, если вы соответствуете регламенту компенсации за отопление, вы имеете право получить эту компенсацию. Требуйте спритур, потому что деньги на это выделено. Точно так же, как... Я хотел, как раз, видимо цитаты такой, а деньги где? Потому что... А деньги есть, деньги выделены на это. Они специально это делают, потому что деньги тратятся на что-то другое. Они специально это делают для того, чтобы люди не получили социальную помощь и не были благодарны нам. Это, извините, предвыборная подлость вот такая вот, по-другому это сложно назвать. Но мы, этот социальный проект по компенсации, он не предвыборный, он был и в прошлом году, и позапрошлом году. Другое дело, что мы увеличили количество тех, кто может получить и увеличили плафон. Если это раньше была зарплата, доход до 2000 лев, сейчас он до 3000 лев и, соответственно, могут получить. Точно так же, как с компенсацией 25% тем, кто не имеет газ для приготовления в домах без газа, а в домах с электричеством. 25% было одобрено, в бюджете предусмотрена сумма. Нет, они людям отказывают. На каком основании отказывают, вообще непонятно. Это преступление. Вот эту власть надо убирать. По-другому как? Так, точно так же, как мы одобрили проект муниципального совета, и этот проект был одобрен, и были выделены средства под этот проект, компенсации за дополнительный кубометр. Я хочу вам напомнить о том, что в 2013 году 303 закон о воде и водоснабжении, к сожалению, в противоречии с законом о правах потребителя, вы потребили 5 кубов, вам начисляют 8 кубов. Почему? А потому что, чтобы кто-то, тогда это были либералы, сейчас совместно с либерал-демократами, кто-то зарабатывал деньги. А бабушка, когда смотрит, подождите, я потратила за месяц, допустим, 1 или 2 куба воды. Почему мне 5 начислили? А потому что 303 закон был изменен тем большинством парламента. И мы говорим, ребята, этот закон, когда мы придем, мы отменим этот закон, это преступный закон. И вот мы что сделали? Мы, в связи с тем, что мы не можем пока в парламенте отменить этот закон, мы в муниципальном совете предложили сумму из бюджета для компенсации тем людям, которые не имеют достаточно средств, компенсации дополнительной квоты, сверху показаний счетчика. Так они что стали сделать? Они, компенсация идет, так они другим людям стали, для того, чтобы себе компенсировать то, что мы компенсируем в денежном отношении, они стали накидывать эти дополнительные кубы другим людям. Если человек раньше получал 5 кубометров сверху показаний счетчика, сейчас стали получать 7-8 кубометров. И нам приносят квитанции. К нам приходят на прием и говорят, вот смотри, за 4-5 месяцев я получал сверху столько-то кубометров, допустим, 5, сейчас получаю больше. Почему? И получается, что из-за вашей борьбы за права кишиневцев, они таким образом заставляют страдать другие люди. Они не идут за счет себя. Поймите, в тарифе, тариф, который утвержден, то есть тариф на воду, который утвержден, там уже включены расходы, связанные с потерями воды. Они дополнительно обворовывают людей. Это точно так же, как с газом. Если в 2009 году газ стоил, Молдова газ покупает у России газ в долларах. В 2009 году стоимость 1000 кубометров стоила 400. 340 долларов, то в прошлом году мы платили за газ 165 долларов. Цена газа в долларах снизилась больше, чем в три раза. Но так как у нас украли миллиард, у нас отрицательный торговый внешний дефицит, то есть мы продаем товаров гораздо меньше, чем покупаем товаров, то соответственно мы тратим валюту. У нас курс леев упал. Если доллар в 2009 году стоил 12 леев в доллар, то буквально недавно он был 20 леев, но потом упустил 16-17 леев за 1 доллар. И за счет того, что они украли миллиард, за счет того, что они не умеют добывать рынки сбыта нашим товаром и достичь как минимум позитивного, если не позитивного торгового баланса, то как минимум хотя бы он был равнозначным, нулевой. У нас отрицательный сейчас баланс, дефицит идет. За счет этого мы платим больше. То есть идите в ситуацию. То есть решение своих проблем они нашли вот именно таким вот образом. Совершенно верно. За счет курса леев они все повесили на плечи граждан. Точно так же с этим миллиардом. Они же сами украли миллиард, а потом что сделать? Его же возвращать надо, вот эти деньги, как-то в бюджет надо возвращать, так они на нас с вами этот миллиард кинули. Мы теперь должны его возвращать с процентами. Да, помните, у Остапа Бендера в «Золотом теленке» 400 способов относительно честного отъема денег у граждан. Относительно честного. То есть там эта относительность, она сегодня прописана как-то в законах, видимо для самоуспокоения власть придержащих, чтобы в общем-то защитить себя от будущих репрессий. И закон можно и переписать, пересмотреть. Но я думаю, что как бы пружину бы не сжимали, всегда найдется, так сказать, та точка, от которой она начнется уже дальше разжиматься. Но я вот что хотел еще раз вернуть вас к сегодняшнему заседанию, которое проходило. Ведь не зря попросил сказать, есть ли адреса вот в этих программах работы Муниципального совета в этой повестке дня, адреса жителей домов по этим адресам, мне кажется, должны насторожиться и приготовиться, может быть, не самым лучшим временам. То есть временам застройки. Ну, смотрите, мы, если говорить четко по адресам, ну, уважаемые вот жители, и мы предупреждаем о публичных слушальных заседаниях, о проектах решений, которые есть, и мы жителям говорим, приходите. Мы не можем влиять пока, то есть влиять на всю ситуацию может фактически только житель города путем выбора. Ну, это выбор Муниципального совета был в 15-м году. И путем того, чтобы они должны прийти в зал, и как минимум, когда приходит 100 человек, ну, тогда у них, видимо, боязнь, что они получают по голове от этих 100 человек, тогда канцелеры либо откладывают этот вопрос, либо не голосуют. Вот Кантемира, вот бульвар Кантемира, вот все-таки был утвержден. Мы говорили, ребят, ну, нельзя это утверждать. Вот этот монстр в 35 этажей. Вот жителям Албешара 8-10. Вот я сочувствую, приношу соболезнования, потому что когда начнется это строительство, это как минимум 2-3 года, вот эта вот свечка, которая будет. А что касается транспорта, то там будет коллапс. Сейчас уже на Албешаре пробки, сейчас уже на Кантемира пробки там проехать невозможно из-за Тираспольского рынка и торгового центра, который находится на углу. Очень сложная транспортная ситуация. Нет, они запихают туда еще один объект, это будет 5 этажей торгового центра плюс 28 этажей сверху. 35 этажей. Мне кажется, жители 35 этажа будут наблюдать за тем, что сегодня и как сегодня складывается обстановка в аэропорту. Совершенно верно. Жителям Ботаники, я уже сказал по поводу аэропорта, и вот жителям телецентра, также, наверное, надо посочувствовать. И, к сожалению, тот объект, где лично я 2 года, вот была выдана авторизация на снос кинотеатра Гаудиамус, это Осаки 4, в 2016 году. За 2 года я дважды, лично я вместе со своими коллегами, мы дважды не давали установить забор и просто мешали им. И вот действия подали в прокуратуру, подали о протестовании авторизации, весь судебный процесс. И вот с 2016 года по 2018 срок действия авторизации истек. Мы не знали, что они выдали, примария, к сожалению, выдала новую авторизацию в 2018 году. И мы видели уже, когда избранный примар, скажем так, по принципу и волки сыты, то есть кинотеатр все-таки снесли и овцы целы. Кто-то все-таки пропиарился на этом. К сожалению, часть кинотеатра была снесена. И вот сегодня либеральные коллеги избранного примара все-таки проголосовали, и все остальные проголосовали за изменение зонального плана. Вместо кинотеатра Гаудиамус они утвердили строительство многоэтажного блока, двух блоков по 14 этажей. Там мало многоэтажек. Там очень мало многоэтажек, но вопрос не в многоэтажках. И вопрос даже, к сожалению, не в кинотеатре Гаудиамус. Он, к сожалению, до сих пор не был включен, как культурная часть наследства. Вопрос сноса кинотеатра Гаудиамус заходил в следующую плоскость. Рядом памятник, какой бы он ни был, но он памятник республиканского значения борцам за власть советов. Любое вмешательство в радиус защитного, защитный радиус. У каждого памятника есть защитный радиус. Потому что памятник это не сам памятник, это все, что вокруг памятника. Бордюр, какое-то ограждение, деревья. Любое вмешательство в радиусе защитного памятника национального значения необходимо согласовывать через Министерство культуры. Министерство культуры у нас, к сожалению, не работает вообще. Защиты, протекции, они чем только они занимаются, у нас сейчас Министерство образования, исследований и культуры, то есть объединенное министерство, чем они только занимаются, но вот культурой они не занимаются, к сожалению. И мы теряем свои памятники. То же самое, как мы потеряли дворец профсоюзов на Киевской, там, к сожалению, утвердили, будет построен, чтобы им хорошо жилось, этот большой супермаркет иностранный. И вот эта знаменитая мозаика, которая пригласила пользу и красоту Рыжкановцам, те, кто живут на Рыжкановке, вот ее разместили куда-то в районе театра оперы и балета. Мы ее пока не видим. Это грубое нарушение закона. И мы подали жалобу в Цена. Наш депутат, господин Односталко, подавал жалобу Володя, подавал жалобу. Пришел банальный ответ, отписка пришла от руководителя этого органа. Так вот, сейчас, сегодня они совместно, очень быстренько проголосовали, к сожалению, за снос кинотеатра Гаудиаму со социалистом многоэтажного здания. Если у вас есть возможность показать... Есть возможность буквально сейчас маленький фрагмент показать того, как происходило голосование, там буквально полминуты, но тем не менее, даже те фамилии, которые там прозвучат, наверное, должны быть озвучены, для того, чтобы кишиневцы знали, кто, чьими руками все это происходит. Ну вот так вот, наверное, происходит практически каждое голосование, что касается земельного вопроса. Смотрите, как быстро это все главное происходит. Пентру, 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 все. Вы посмотрите, они даже замечания никаких не говорят, понимаете? То есть все обсуждения уже произошли, получается? Все обсуждения в кабинете, они внутренне, где-то кто-то с кем-то переговорил. Мы понимаем, какие разговоры происходят. Но, ребята, вы подумайте, вы хотя бы на место надо выехать и посмотреть. Вопрос, повторюсь, Гаудиамус, ну, у меня лично, я как житель телецентра и выпускник бывшей четвертой школы, сейчас титул Мореску, для меня Гаудиамус очень дорог, лично мне дорог. И каждому, кто проживает на телецентре, достаточно дорог этот бывший уже, к сожалению, кинотеатр. Но вопрос не в кинотеатре, вопрос в том, что если эти блоки построят, уважаемые граждане, к сожалению, и улица Василия Ксандри, и улица Панхалипа, они и так перегружены утром Панхалипа вниз, Георгий Осаки Панхалипа, когда движение идет вниз, пробка начинается с улицы Академическая. И вы представьте себе машины, которые будут выезжать из этого будущего блока, к сожалению, они еще более усложняют это движение. С улицы Василия Ксандри наверх пробка, она начинается с Колумбны, я бы сказал, то есть Василия Ксандри, потом Ханчевское шоссе, это одна сплошная пробка до моста на телецентре Спрончина и Лехкочинского, это одна большая пробка. И вот те машины, которые будут заезжать в этот блок, они также создадут дополнительное препятствие. А еще, уважаемые жители телецентра, я также призываю всех быть более активными, завалить эту премарию с жалобами, завалить в прокуратуру цена другого выхода, у нас пока не пришла новая нормальная власть, у нас, к сожалению, нет. Вот выше кинотеатра Гаудиамуса, вот круг, там есть построено бывшим либеральным депутатом, сейчас ныне демократическим депутатом Дырдой, построена... Эволюция. Построена, да, эволюция, в какую сторону, непонятно. Построено многоэтажное здание. Оно как раз треугольничек, пересечение улицы Георгия Осаки и начало Ханчайского шоссе. Вот прямо в торце этого здания собираются построить заправку. Понимаете, говорить... Дышите ароматами современного города. Притык к многоэтажному зданию. С лицовыми испарениями. Жители меня позвали, это многоэтажное здание, позвали для того, чтобы я проконсультировал, мы сделали эту консультацию, к сожалению, жители вот сейчас опять зовут на определенную встречу, они до сих пор ничего не сделали, потому что они имеют право подать исковое заявление в суд на нарушение своих прав. Когда они приобретали квартиры в этом доме, им обещали на этом месте, где сейчас собираются, уже выдали градостроительный сертификат на проектирование автозаправки и мойки, им обещали на этом месте двухэтажную подземную парковку. И где эта двуземная парковка? Людей просто кинули. Вот понимаете, классический идиотский кидос. По-другому это назвать нельзя. Это настолько преступно, я даже не знаю, как сказать. И вот они собираются на этом месте построить заправку. Я обращаюсь к генеральному исполняющему обязанности Примара, хотя мы не считаем его такивым, но это отдельный вопрос. Тем не менее, я обратился к нему и главному архитектору об аннулировании этого градостроительного сертификата. Мне пришла отписка, что документы, которые поданы на получение градостроительного сертификата, соответствуют законодательству и так далее. Идите объясните это жителям дома, что впритык к многоэтажному зданию будет заправка. Объяснять, что те люди, которые спускаются по Георгий Осаке и будут заезжать на заправку, и выезжают в заправки. Это еще одно дополнительное зато. Вы хотите, чтобы у нас пробка была до улицы Гренобля от Осаки? Не понимают люди своего счастья. И так удобно заправиться возле дома, припарковаться и машине трогать свою машину. Ну вот сегодня я получил... На самом деле, конечно, такой злой юмор. Это, понимаете, это создание бомбы возле дома, раз. Если они считают, что господин Стрелец, когда был премьер-министром, это вот у нас европейская партия, бывшая партия Филата, куда Майя в Санду входила, вот они уменьшили по СНИПу, это свод норматив и правил. Если раньше от строительства заправок было запрещено ближе, чем 50 метров к многоэтажным жилым зданиям. Они посчитали, что заправки, это, видимо, не столь опасное сооружение и уменьшили это расстояние в два раза. Вот сейчас можно строить автозаправочную станцию, если она не ближе, чем 25 метров к многоэтажному зданию. Вот многоэтажное здание, заканчивается участок, это еще 3-4 метра. И вот они отходят еще метров 20, ставят колонку. Две колонки, вот они собираются там сделать. Еще одну заправку они собираются сделать напротив бассейна госуниверситета. Это вот треугольник, где бывшая птичка. Там небольшой скверик такой. Небольшой скверик, который был, внимание, украден по этим левым аукционам, который мы с моим коллегой в начале 2016 года, мы предотвратили один из аукционов, который делал судебные исполнители. Вот эта мошенническая схема, у города было украдено 50 участков. По вот этой мошеннической схеме, к сожалению, генеральная прокуратура по большей части из этих участков почему-то сняла арест. Мы не знаем, что происходит. Мы написали генеральную прокуратуру запрос, ребята, что происходит с этим уголовным делом. Нам сказали, что депутат не имеет права в воздействии на следствие. Мы не воздействуем на следствие, дайте нам информацию, что следствие еще идет, что вот предприняты такие-то меры, наложен арест. Они обязаны читаться перед депутатами. Но мы сейчас видим изменения законодательства. Если вы заставляете нас работать, тем самым воздействуете с их работой. Совершенно верно, но тем не менее на этом участке собираются также строить автозаправочную станцию. То есть единственный скверик, который вот житель Льва Толстого и студенты госуниверситета, которые живут возле бассейна госуниверситета на улице Коголничану, угол Измаловской, уже начало Измаловской. Вот там, к сожалению, также это будет построено. Говорит, что это беспредел, но это мягко сказано. Это ведь схоже, наверное, опять же, с тем, что произошло в нашей финансовой системе. Подготовили законодательные акты таким образом, чтобы никто ни за что не отвечал. Вы вывели огромное количество денег. Даже когда, наверное, рассчитывали за услуги с теми же банковскими работниками, то, наверное, рассчитывали не чемоданами, а грузовиками, набитыми деньгами. И, в общем-то, вот так вот ограбили. Теперь, так сказать, наверное, вот в этих всех альянсах, которые образовывались на парламентской площадке, были ведь розданы какие-то обещания. Вот вы, значит, дуете корову под названием финансовый сектор, а вот вы дуете, допустим, все, что связано, например, с работой муниципального совета. Имеется в виду, я имею в виду как раз либеральную партию, потому что все вот то, что связано на, мягко говоря, выводе земли из-под ног кишиневцев, как правило, здесь везде либеральные уши. Ну, это в первую очередь, это они, и вот любимый термин господина Настаса, мафия мобиляра, вот она начинается отсюда, она начинается с решения муниципального совета, и жители могут увидеть, каким образом, вот мы видели, как проголосовали за эти решения совета, и наши советники от фракции социалистов, мы не голосуем за эти проекты решения. За 20 секунд вот стерли кусочек земли. 20 секунд стерли, да, 20 секунд создали огромную проблему на телецентре. За другие 20 секунд создали огромную проблему на ботанике. И понимаете, вот я повторно обращаюсь к вам, жители, когда вы видите публичное слушание, да, к сожалению, они публикуются на сайте, там, Притура Рыжкановка, Баюканы, Центра, вот, кстати, по поводу Притура Центра, вот, в предвыборной компании, местной предвыборной компании, мы когда проводили небольшой митинг перед офисом господина Анастаса, офис, это, кстати, получен по решению суда, мы об этом уже говорили неоднократно, и после этого мы общались с некоторыми их представителями, вот, мы город и так далее, мы защитим, мы изменим город, это представители Анастаса говорили. Я говорю, ребята, как вы измените город, если вы не знаете, что творится у вас под носом? Повторюсь, были публичные слушания целого квартала по периметру Штефана Чалмаре, Чуфля, 31 августа, где находится офис платформы «Да» и улица Лова Толстого, были публичные слушания на строительство многоэтажного здания. И в этом квартале есть два исторических памятника. Весь этот квартал входит также в историческое ядро муниципе Кишинева, который по решению, по постановлению парламента, также является историческим памятником. Как можно говорить, что ты хозяин, что ты что-то хочешь изменить, если ты не знаешь, что будет твориться напротив твоего офиса? Они даже это не знают. Понимаете? Точно так же, как и сейчас смеет опять избираться господин Киртуака, говорит о том, что он наведет какой-то порядок. Ты в городе за 10 лет не смог навести порядок. О чем ты говоришь? Может быть, то, что он навел является порядком. Мы просто не понимаем. Разные отношения к порядку. Ну, значит, у человека, знаете, когда у нормального хозяина всегда есть порядок. У него всегда инструменты здесь лежат, всегда чисто, всегда. Не стыдно гостей принимать. Не стыдно гостей принимать, когда к нам приезжают гости. Причем они заявляют же европейская интеграция. К нам приезжают многократно всякие европейские специалисты по развитию города. Они у них волосы дыбом становятся. Что вы делаете? Конечно, когда им рассказывают красивые сказки, вот как проводился у нас урбанистический форум, который господин Штефаница проводил. Вот. Ну, вот приехали французы, мэр нескольких французских городов, архитекторы. Им красиво рассказывали, вот мы хотим сделать вот это, вот мы хотим сделать вот это. Мы просто сказали, говорят, ребят, а вы зайдите один раз на заседание муниципального совета и посмотрите, как этот человек, который вам сейчас рассказывает красиво, как он голосует. И вот сейчас мы видим в видео Пентру, конечно, Пентру. А за что Пентру? Он даже не изучал этот проект решения. Он знает, что это повредит кишиневцам, нет, он все равно голосует Пентру. Ну, он знает, видимо, что-то еще, чего не знает кишиневцам. Ну, я предполагаю. Поэтому, конечно, вопросов наведения порядка здесь масса и над этим нужно работать. Повторюсь, мы каждый день принимаем людей, мы знаем проблемы людей и мы занимаемся только социальными проектами. И мы стараемся хоть немного из того, что у нас сейчас в наших силах, облегчить людям жизнь. Компенсация на отопление, компенсация на кубы, хоть как-то привести в порядок в город и создать людям хоть какие-то комфортные условия. У нас нет ни одного представителя ЖЭКа, у нас нет ни одного руководителя муниципального предприятия, у нас ни одного претера, у нас нет ни одного руководителя муниципального предприятия, управления, дирекции. У нас мы находимся в оппозиции к администрации города, мы находимся в оппозиции в парламенте к тому большинству, которые есть. И вот даже в этом состоянии, путем руганий, путем скандалов, зубами вырываем социальными проектами, я об этом уже говорил, мы умудряемся сделать социальные площадки. Мы умудряемся сделать детские площадки, фитнес-площадки, обустройство беседок. Вот в 2019 году, дорогие друзья, наша программа 2018 года об установке детских площадок, спортивных площадок, скамеек, обустройство некоторых, асфальтирование некоторых дворов, к сожалению, это небольшая сумма. И также новая программа – это ремонт крыш. Это выделено совсем мало денег, но тем не менее хоть что-то сделать для того, чтобы людям дождем не текло. Эти программы утверждены, и сейчас утверждаются адреса. Если вы желаете, чтобы в вашем дворе была установлена детская площадка или спортивная площадка, для этого необходимо обратиться в кабинет номер 18, но предварительно необходимо собрать подписи. Потому что только на Ботанике, к примеру, к нам обратилось 45 дворов, просят установку детской или спортивной площадки или скамеек. Если сумма, которой было выделено, приблизительно хватает около 700 скамеек, приблизительно я говорю, то есть разделить на 5 – это как минимум по 150 скамеек на каждый район. Скамейки мы можем еще поставить, но детских площадок денег у нас не хватает из того, что нам удалось достичь. И поэтому критерий выбора двора, в котором будет установлен либо не будет установлен – это активность в вас, уважаемые жители. Если вы не можете собрать элементарно 10 подписей, а в соседнем дворе умудрились собрать 500 подписей, 1000 подписей, суть не в количестве, мы не подсчитываем количество, мы обращаем внимание на активность людей. Если люди активны, пожалуйста, на заседании муниципальной комиссии по ЖКХ транспорту будет утвержден этот адрес на основании обращения жителей. Мы все делаем публично, мы проводим собрания, мы с жителями потом консультируемся, а в каком углу вашего двора поставить вашу детскую площадку, чтобы никому не мешало. Потому что кто-то говорит, здесь, притура утверждает, здесь сети, мы здесь не можем поставить, чтобы не убирать потом площадку, здесь мешает какой-то бабушке, там мешает какому-то, допустим, автомобилю, давайте поставим здесь. Это делается на общем собрании двора, это делается транспарентно и открыто, и так оно должно делаться все дела в городе. И вот если вы желаете, чтобы это было, соберите подписи, обращайтесь либо в районные представительства партии социалистов, либо в кабинет 18, второй этаж премьер. Ну вот так бы земельные вопросы решались бы, может быть, больше бы толка было бы, ведь смотрите, ведь когда-то существовало понятие, ну оно и сейчас существует, аукционы, сейчас как-то земельные вопросы почему-то минуют этот процесс, ну и мне так кажется, могу ошибаться. То есть сейчас вместо того, чтобы на аукционах решались какие-то там проблемы, связанные с финансированием всего этого, наверное бы премария не жаловалась бы на то, что им не хватает денег, потому что если правильно все это происходило, премария бы при правильном, опять же, распределении земельных территорий получала бы существенный доход, как раз для того, чтобы выполнять и социальные программы. Вы знаете, что я вам скажу, вот это мое субъективное личное мнение, мне сложно его доказать, наверное, юридически, однако аукционы были прекращены в 2013 году. Причину прекращения я не понимаю, потому что есть огромное количество участков, которые могут быть выставлены на аукцион. С 2013 года не был, вот он сейчас утвержден, мы опять запустили процедуру аукциона, и некоторые участки даже были утверждены на аукцион, мы недавно буквально голосовали об этом, но когда будет аукцион, мы не знаем. Этим занимается уже сама администрация города. Но я подозреваю, у меня личная субъективная уверенность в том, что специальная администрация либеральной Киртаки, они прекратили аукционы для того, чтобы сделать потом эту мошенническую схему, связанную с левым аукционом. Объясняю, каким образом все произошло. По иску одной из общественных организаций, эта организация обратилась в суд. В ней сначала обратились в премарию просьбой выдать им определенный участок, премария им отказала, они обратились в суд, заставить премарию выставлять участки на аукцион. Причем не каждый раз, а вообще. И вот с этим решением суда и произошло, вот это мошенничество по участкам, было два этапа, два левых аукциона, и было украдено приблизительно около 50 участков. Судебный исполнитель на базе этого решения суда 2013 года сразу обращался, то есть проводил аукцион, то есть есть решение суда о проведении аукциона, он сразу проводит аукцион, о котором никто не знал. То есть мы, то есть с муниципальной... Сейчас как-то на бумаге все происходит. Сели, заполнили протоколы, вписали каких-то лиц и закрыли. И в январе 2016 года, когда проводился второй этап этого аукциона, на Алба-Юли удовольствует судебный исполнительный, мы пришли, там есть офисное пятиэтажное здание «Квинт», и там на третьем этаже, по-моему, судебный... Тогда находился на третьем этаже, сейчас не знаю. Мы приходим, стоит охранник, нас не пускают в здание. Мы говорим, ребят, здесь сейчас в 9.30 должен происходить аукцион согласно объявлению в газете «Маклер». Он говорит, никакого аукциона нет, до свидания, мы не пускаем никого. Пришлось применить борцовский прием, отодвинуть его. Поднимаемся в офис к этому судебному исполнителю, нет никакого аукциона. Это фальшиво на бумаге. Они потом проводят, что участвовал дядя Петя, дядя Вася, дядя Жора, выиграл дядя Жора. И по минимальной цене это выходит менее 1000 долларов за одну сотку. 10 тысяч лев, вернее, за одну сотку они продавали земельный участок. Понимаете, абсурд, насколько абсурдно, точно так же, как с украденным миллиардом. У нас есть генпрокуратура, у нас есть Цена, у нас есть МВД, у нас есть СИБ. И представьте себе, вот угловой участок Штефана Чалмаре, угол Лозо, прямо угловой участок возле церкви, рядом с СИБом, четыре сотки были также украдены на аукционе. Вот Штефана Чалмаре возле Министерства Сельского хозяйства. Наверное, контрразведка не работает. Я не знаю, как они работают, понимаете. Спасибо большое за этот разговор, достаточно активно. Время с вами бежит, конечно, не знаю, как у зрителей, но у меня оно стремительно несется перед глазами. Спасибо вам, я вам предлагаю провести какое-то расследование по этим аукционам. Раз, жителям я призываю, уважаемые дорогие жители, ну, во-первых, следите за своим двором. Мы все вместе с вами, собственники нашего города, мы собственники нашего двора, будьте активны, следите за тем, что творится рядом с вами, и не безмолвствуйте. Не безмолвствуйте, если мы, знаете, все творится с равнодушия, и беды творится с равнодушия нас, когда мы не обращаем внимания, мы не ходим на публичное слушание, мы не ходим в муниципальный совет, не устраиваем скандал там, а после этого удивляемся, как рядом с нами растет многоэтажное здание, либо строится автозаправочная станция. Как с этим жить? Будьте активны. Александр, спасибо за достаточно подробный эмоциональный рассказ того, что происходит сейчас в муниципальном совете, в общем-то, даже теперь уже в прогнозируемом будущем кишиневцев. И будем с удовольствием вас звать по всем этим вопросам, следить за тем, как все-таки можно победить вот эту вот мафию, как называют некоторые политики. На самом деле, это действительно мафия, и как ее победить, знают, наверное, только те, кто по-настоящему с ней борется. И от себя лично, и от нашего коллектива хочу поздравить вас. Такая минорная нота в нашей программе с рождением. Третьего ребенка вашей семьи, у вас третья дочь. Мы вас поздравляем. Третья дочка. Да, это действительно праздник, это счастье. Кстати, если нужно понадобиться женихи, то обрешайтесь в нашу семью. У меня двое сыновей, старшая дочь. Спасибо большое. Всегда поделимся. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях был муниципальный советник от партии социалистов Александр Дисов. Следите за эфиром, и мы работаем для вас. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»